Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто, поэтому ему-то и посвятим ближайшие полчаса. Меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Обычно мы обращаемся к врачу, когда болезнь уже проявилась и мешает нормально жить. Такой подход правильным не назовешь. Избавиться от недомогания намного легче в самом начале, а еще лучше заранее определить слабые места своего организма и заняться профилактикой. Тем более, что для этого совсем не обязательно тратить деньги в частной клинике. Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня у нас в гостях Александр Муравец, главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Барский, заведующий центром здоровья поликлиники номер 4. Добрый день. Здравствуйте. Итак, что же делать, куда пойти для того, чтобы вовремя привести в норму свое здоровье и не допустить каких-либо проблем. Сегодня мы хотим поговорить в нашей программе о центрах здоровья, каковых в Самаре, если я не ошибаюсь, Александр Владимирович, 19. 19. Из них 5 детских. Ну, немало, скажем так, да? Ну, наверное, тогда начнем по порядку, расскажем, что такое центры здоровья, кто может туда пойти. Но прежде всего, как давно появились они у нас в России? Центры здоровья появились по всей России с конца 2009 года и уже полноценно работали с 2010 года. И нужно вот, конечно, пару слов сказать о той, о самой концепции центров здоровья. Ведь на самом деле, на словах, вот эта тезис о том, что болезнь легче предотвратить, чем ее лечить, что профилактика основа всего, что будущее из-за медицины профилактической, они были всегда десятилетиями. И тем не менее, медицинское сообщество все эти десятилетия осознавало, что за этими словами, к сожалению, нету организационно-финансовой поддержки. Нет ни структур, которой должна эти благие пожелания реализовать, нет и финансирования адекватного профилактики. И вот впервые, получается сколько, 6-7 лет назад, в России была создана действительно впервые настоящая инфраструктура активной профилактики в виде этих центров здоровья, которые позволяют гражданину, обратившемуся туда, во-первых, оценить свое состояние здесь и сейчас, в первую очередь, в плане так называемых обратимых факторов риска. О чем идет речь? Понятно, что есть некоторые вещи, такие как возраст и пол, которые влияют, безусловно, на здоровье, но которые человек не способен изменить. А есть другие факторы, такие как питание, двигательный режим, артериальное давление, уровень холестерина и так далее, которые также существенно влияют на качество жизни и, возможно, даже на ее продолжительность. И их вполне можно изменить. И вот первое, что позволяет сделать центр здоровья, это оценить ситуацию с обратимыми факторами риска у человека. Второе, что это динамическое наблюдение за человеком. Вот человеку оценили факторы риска, разработали совместно с врачом некую программу индивидуальной профилактики, человек начал лучше питаться, больше двигаться, как ему кажется. И здесь вот ключевые слова, как ему кажется, потому что мы все-таки к себе относимся, как правило, хорошо, и нам всегда кажется, что мы сидим на диете, что мы понемножечку расширяем. И вот поэтому через шесть месяцев, а может быть там и раньше, чуть попозже, интересно посмотреть. А вот на фоне этого как бы более правильного образа жизни, куда пошел холестерин, куда пошла глюкоза, что происходит там с соотношением жировой и мышечной ткани в организме. Если идет все в правильном направлении, хорошо. Если нет, то возникает коррекция. И третье направление, оно не главное для центра здоровья, но тем не менее такое тоже бывает. Есть некоторые заболевания, уже настоящие болезни, которые имеют такое свойство, что они до поры до времени не проявляются. А ярко, это характерный пример, яркий пример, тот же самый сахарный диабет. И в определенном небольшом проценте случаев, в том числе, хотя мы смотрим-то здоровых людей, считаем, и смотрим фактор риска, даже некоторые заболевания могут быть выявлены в центрах здоровья. Вот это вот основа. Концепцию, то есть для чего созданы центры здоровья, я думаю, что мы более-менее объяснили. И прежде чем поговорить подробнее о том, как они работают, давайте мы посмотрим. Лучше уж один раз увидите. Поэтому смотрим сюжет. Дмитрий Сявысь о центре здоровья узнал из интернета. С тех пор приходит сюда регулярно два раза в год. Начинает с простого. Измеряет вес, рост, высчитывает индекс массы тела. Как мой дедушка говорил, ну, нужно следить за своим организмом, показателями, смогут, так сказать. И поэтому как спортсмен, и я спортсмен, естественно, я его слушаю. И судя по результатам, очень даже не зря. Глазки пошире. Огонечки видно? Левого глаза. На то, чтобы пройти обследование, Дмитрий тратит от получаса до 50 минут. В центр он приходит к назначенному времени, без очередей проверяет базовые показатели здоровья и получает прогноз на ближайший год. Зрение у вас стопроцентное, давление глазное в норме. Для профилактики к кукулисту желательно обращаться один раз в год, ежедневно делать гимнастику для глаз. Пациентам центра здоровья проводят экспресс-тесты, проверяют уровень холестерина и сахара в крови, обследуют зрение и работу сердца. После всех измерений и оценок выдается карта здорового образа жизни. В нее внесены результаты обследования и рекомендации врача. Туда же впишут выявлены и факторы риска, если таковые имеются. В этом случае пациента ставят на динамическое наблюдение. В зависимости от факторов риска посетителям рекомендуют одну из школ здоровья. Когда ноль будет, трубку берем в рот, обхватываем губами и резко выдыхаем трубочку до конца. Все, включаю. Можно много говорить о вреде курения и не получить результатов. А можно наглядно показать, какому удару подвергается организм после выкуренной сигареты. Это будет гораздо красноречивее. Врач-пульмонолог ведет учет всех курильщиков, пришедших в центр и тщательно с ними работает. Лично звонит, интересуется, как идет процесс, даже после того, как человек уже отказался от курения. 70% курильщиков хотят бросить курить, из них только 5% бросает курить. В прошлом году у нас было 259 человек, из них 16 бросили курить. Мы очень рады. Для того, чтобы прийти в центр здоровья, не важна ни прописка, ни рот занятий, ни возраст. Нужно только желание не болеть. А в этом вам с радостью помогут. Удивительный герой у нас в этом сюжете. Человек такой ответственный, хотя молодой, но вот дедушка сказал, вот он ходит регулярно. А вообще, Владимир Сергеевич, кто ваши пациенты? Какого они возраста? Какого они пола? В основном это молодые люди, которые следят за своим здоровьем, хотят его сохранить, здоровье. Также люди, которые имеют уже хронические заболевания, но хотят предотвратить их осложнение этих заболеваний. Также люди, которые в обычных условиях жизни сталкиваются с факторами риска, сниженная двигательная активность, неправильное рациональное питание, как правило. Вот чтобы было понятно, кто и в какой из центров может прийти. Нужно прикрепиться к какому-то центру? Нужно что сделать? Я могу продолжить. Вообще в Центр здоровья может обратиться любой человек, проживающий на территории Российской Федерации, который имеет полис обязательного медицинского страхования. Наш центр работает в две смены, это с 8 утра до 8 вечера, и записи, как правило, по телефону происходят. То есть это наш плюс, потому что вам не придется в очередях сидеть, то есть вам достаточно будет позвонить, договориться для удобное для вас время и посетить наш центр. Также телефон можно узнать на сайте городской больницы номер 4. То есть если ты живешь во Владивостоке, приехал в гости в Самару к родственникам, никаких нет противопоказаний? Ну да, но с практической точки зрения, конечно, в первую очередь к самарцам хотелось бы обратиться. То есть вот на сайте областного центра медпрофилактики вы можете увидеть адреса и телефона 19 центров здоровья, и любой житель Самарской области может выбрать любой из 19 по телефону записаться и пойти туда. То есть сама процедура посещения центра здоровья, она также заточена под занятых работающих людей. И там еще мы, наверное, может быть, ниже поговорим про выездную работу, которая еще более приближена к таким людям. Поэтому в любой из 19 центров, да, можно обратиться бесплатно. То есть то, о чем мы говорим, мне некогда, я работаю, в данном случае не работаю. Всегда можно найти время. Хорошо, вот мы сейчас с вами разговариваем, а мне режиссерская бригада в ухо тихонечко говорит, что, ой, нет, вот придешь, а еще там что-то найдут, лучше не знать и лучше не пойдем. На самом деле, по каким причинам чаще всего обращаются в эти центры? Давайте, я начну. На самом деле, вот эти страшные находки, это огромная редкость, и речь идет совершенно не об этом. В первую очередь, о чем мы говорим, это избыточный вес, и его особо искать не надо. Другой вопрос, что мы найдем подходы к тому, как нарезать его. Второе, это отказ от курения. Во-первых, человек увидит уже реально в цифрах, каким последствиям его уже сейчас привело курение. И в дальнейшем уже с помощью центра здоровья, кабинета по отказу от курения, он сумеет отказаться от этой привычки. Следующие, это рекомендации по здоровому питанию, рациональному диете, по двигательному режиму. И, опять же, определение той же самой глюкозы и холестерина на сегодняшний момент. Их коррекция не представляет собой какую-то изрядовую медицинскую задачу. И это достаточно просто технически сделать медикаментозную, либо не медикаментозную коррекцию. А вот если запустить как раз эту ситуацию, тогда уже, скажем так, некоторые вещи могут быть необратимы. Поэтому ничего страшного, к счастью, в большинстве случаев мы не находим. Потому они называются обратимые факторы риска, что их можно обратить на раннем этапе. Владимир Сергеевич, ведете какую-то статистику? Какая причина номер один, по которой люди приходят к вам? Конечно, причина номер один – это повышенное артериальное давление. То есть это люди в возрасте, пенсионеры? Пенсионеры, да. А дальше что следует? Повышенная, ну, избыточная масса тела. То есть не к диетологу идут, а именно идут в Центр здоровья? Да, в Центр здоровья, потому что у нас есть школа, которая работает именно с этими людьми, которые страдают избыточной массой тела. Там врач подбирает определенную нагрузку физическую, которая способствует нормализации. Учит считать калорийность продуктов, подбирать продуктовую корзину, оптимальную для каждого человека. Ну, своего рода вот такая профилактика ожирения. Ну, сейчас, кстати, вот достаточно модно работать с диетологом, заниматься там в каких-то группах. Это достаточно дорого стоит. Совершенно не нужно. То есть у вас совершенно не так? У нас совершенно не так. Все это бесплатно, да. Врач динамически ведет. То есть это не разовая, это целая программа. То есть это от трех до четырех занятий, когда повторно человек обращается к нам. И врач его ведет. То есть положительные результаты. Как говорят некоторые очень мудрые диетологи, как раз я просто процитирую, не называя, диетологии на самом деле намного проще и дешевле, чем ее пытаются сейчас представить как наука. И это действительно правда. Ну, потому что сейчас это нагребни популярности. Потому что люди готовы оплатить. А вот по цели обращения просто я здесь хочу еще пояснить. На самом деле до текущего момента мы от коллег не требовали регистрировать цели обращения. Но с этого года попросим ее регистрировать. Тогда у нас статистика будет более четкая. То есть для того, чтобы понимать, может быть, какие направления усилить, да? Да. Хорошо. Какие риски здоровья можно реально предотвратить, если обратиться в Центр здоровья, либо если обращаться туда регулярно? Вот что конкретно точно можно? Вот когда вы рассказывали, Александр Владимирович, независимо от возраста, факторы, которые необратимы, независимо от возраста и пола, я вот честно говоря, не стала вас перебивать, думаю, ну а чем же пол влияет на здоровье? Ну, пол колоссально влияет на здоровье. Например, женщины до определенного возраста достаточно серьезно защищены от сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря высокому уровню эстрогенов в своем организме я в детали вдаваться не буду. То есть, скажем так, даже при нестабильном артериальном давлении и довольно высоком холестерине мы в меньшей степени ожидаем у них быстрого развития атеросклероза со всеми текающими последствиями, но последствия которых мы опасаемся больше всего, это острые сосудистые катастрофы, инфаркт миокарда и инсульт. А вот мужчины не защищены эстрогенами и, к сожалению, сердечно-сосудистые катастрофы у мужчин могут быть и в 40 лет, а сейчас уже и в 30 лет, и такие пациенты, к сожалению, в кардиоцентре присутствуют и закончить эти катастрофы могут, но иногда очень печально. И вот, допустим, чтобы не быть голословным, есть такое понятие – абсолютный сердечно-сосудистый риск. Он рассчитывается во всем мире там по определенным таблицам, по определенным формулам. Что туда входит? Туда входит пол, возраст, курение либо не курение, артериальное давление, уровень холестерина. Все перечислил? Все перечислил. Вот и вот вам ответ. То есть, соответственно, вот эти параметры определяют вероятность того, случится ли с человеком в ближайшие 10 лет острая сосудистая катастрофа или нет. И отсюда понятно. Ее можно избежать, если снизить один или два или лучше все факторы. И понятно, что возраст он снизить не может, поэтому или пол изменить. Эти факторы есть, они влияют, но являются необратимыми. А артериальное давление холестерина снизить может, поэтому факторы являются обратимыми. А уж от курения отказаться он обязан. Владимир Сергеевич, мы не увидели какого-то сверхсовременного оборудования и супероснащения. Но это, очевидно, исходит из задач центра. Вот какие именно исследования вы проводите на месте? Вот человек пришел, он тратит не так много времени. Что именно можно, какие обследования провести? Ну, какие обследования? У нас есть кабинеты инструментальной диагностики. Где мы антропометрические измерения делаем. Измеряем рост, вес, жировую массу в процентном соотношении, мышечную массу. Потом делаем скрининг, обследование общего холестерина и глюкозы. Потом делаем компьютерную диагностику сердечно-сосудистой системы, компьютерную диагностику дыхательной системы, где определяем объем легких, скорость выдоха, профилактика хронических, обструктивных болезней легких, так сказать, введем. Потом у нас есть офтальмологический кабинет, где мы проверяем остроту зрения, внутриглазное давление, бинокулярное зрение. Есть кабинет также гигиениста стоматологического. То есть это о чем говорит? Человеку не обязательно с профилактической точки зрения каждый раз к стоматологу обращаться. Достаточно прийти к нам, гигиенисту стоматологическому, где будет совершен осмотр, так сказать. Есть проблемы или нет? Да, и данные рекомендации соответствующие. Есть кабинет врача. То есть после всего приема врач подводит, так сказать, заключение, да, говорит человеку, здоров он или какие-то факторы риска имеет. И в зависимости от этого уже стратегию принимает, как вести этого больного, какие-то рекомендации именно личные дает, либо рекомендует им школу посещать здоровье. Также кабинеты есть, где проходит школа здоровья. У нас их три. Кабинет по отказу от курения, правильное питание и здоровое сердце. То есть там углубленные консультирования, группы людей проходят от 6 до 10 человек. У нас группа собирается, занятия занимают от часа до полутора часов. Ну, кстати говоря, не так уж и мало обследований проводится. Что касается оборудования, я хочу сказать, что все-таки оно имеет определенную специфику, достаточно важную специфику. То есть оборудование-то все практически портативное, все компьютеризированное и достаточно высокую степень автоматизации результаты имеет. То есть это позволяет его широко использовать без очень глубокой подготовки. То есть где-то, может быть, и медицинская сестра, и фельдшер вполне полноценно используют это оборудование. И позволяет его использовать для выездной работы, для массовых обследований. Это очень важно. Эти аппараты, они вот все сделаны таким образом. Они все носимые, все портативные. О какой выездной работе вы говорите? Куда выезжают специалисты и по каким причинам? Ну, давайте я начну, тогда продолжим. То есть, во-первых, вот по центрам здоровья. То есть почему тема выездной работы, она вообще встала в повестку. Когда мы проанализировали первые годы работы центра здоровья, что нас порадовало? Порадовало, что, в принципе, люди распробовали данную услугу. И количественные показатели обращаемости, они достаточно высокие. Ну, вот сейчас это там порядка 200 тысяч обращений в год. Это хорошо. Но дальше мы сейчас сформулировали проблемы, главных которых я бы сказал три. Первое. Это, что ведь нам бы хотелось, что люди не просто приходили по одному разу узнать что-то о себе, а чтобы наступал процесс взаимодействия с врачом, с центром здоровья и имени в плане коррекции факторов риска. То есть, чтобы было поменьше первичных приходов, а побольше приходов повторных, чтобы люди действительно работали над собой вместе с врачами. И это вот первое, куда бы мы хотели сделать. Второе. Кого мы смотрим? Вот при всем уважении к пенсионерам, которым, конечно, никто никогда не откажет, они могут полностью пользоваться центрами здоровья, нам было бы интересно достичаться работающего населения, а внутри него доработающих мужчин, которые, вы знаете, как относятся к врачам и лечебным учреждениям, их только загнать, наверное, можно, как на охоте. Вот. То есть, это вот вторая проблема. И третья проблема – это то, что нам хотелось бы улучшить взаимодействие центра здоровья с поликлиниками, чтобы информация очень гибко и быстро поступала лечащим врачам, участковым терапевтам, врачам общей практики, чтобы они совместно с центром здоровья работали с пациентами. Так вот, из этих двух задач, вот третья, которая сказала про информацию, скажем так, еще не совсем нами решена, удовлетворена. А вот выездная работа, она во многом позволила нам справиться со второй задачей. То есть, этих мужчин так и не зазвать. И единственный вариант достучаться до них – приехать, да, тогда мы идем к вам, как в той рекламе. Вот. То есть, мы пошли к ним. И сразу же опережая, скажу, и по первой задаче мы в прошлом году сделали очень много. Несколько изменив механизм регулирования и финансирования центра здоровья, мы добились того, что с целью динамического наблюдения, то есть, это уже повторные визиты, которые составляли порядка 25% раньше, они стали составлять уже практически половину, 50%. И мы бы хотели, чтобы их становилось еще больше, чтобы люди именно ходили повторно. Вот. Так что, вот эта задача, и выездная работа, еще раз говорю, она очень важна для того, чтобы для самых вот наших сложных, но самых нуждающихся групп достучаться, то есть, выехать непосредственно на рабочие места. Кому вы выезжаете, Владимир Сергеевич? Ну, выезжаем на разнообразные предприятия, в основном, конечно, это Самарская область. Заводы, учебные учреждения, даже лечебные учреждения совместные акции проводим. Также мы практикуем выездную работу не только на предприятии, а в массовые какие-то мероприятия, в парках проводят, в скверах, связанные там с Днем физкультурника, например, с Днем здоровья. То есть, все желающие к нам подходят и получают консультации прямо тут же, на месте. Насколько я понимаю, в Центр здоровья, скорее всего, не выдаст направление врач. Все-таки, там, 90, наверное, с чем-то процентов человек идет сам по собственной инициативе. Но, тем не менее, есть, наверное, какие-то категории граждан, которые по рекомендации все-таки отправляются к вам. Есть, конечно. Я вот, если не ошибаюсь, насколько мне известно, туда идет супружеская пара, которая решила сделать ЭКО. Это так или нет? Да, по решению министра здравоохранения Самарской области, все пары, которым предстоят, ну, так называемые вспомогательные репродуктивные технологии, как теперь называется ЭКО, потому что заходит ЭКО и много еще другого нового, они обязаны получить карту здоровья, пройти через Центр здоровья. И, на самом деле, вот коллега, может быть, расскажет, надеюсь, что он сейчас расскажет, мы столкнулись с интересным феноменом, что некоторые пары, начав рекомендовать, выполнять самые обычные рекомендации Центра здоровья по повышению двигательной активности, по здоровому питанию, по снижению веса, наступала беременность и без применения репродуктивных технологий. И это не было единичным случаем. И, по-моему, это в вашем случае такие случаи были. Я запомнил сюда такое обследование, когда молодая пара к нам обратилась, прошла обследование, получила рекомендации, динамически стала наблюдаться. Ну, у них родился после ЭКО ребенок, все хорошо, вот проходит где-то полтора-два года, и они стали планировать вторую беременность. Пока собирали необходимые документы, проходили обследование, у них все получилось без ЭКО, то есть женщина забеременела. Ну, это, я считаю, наша заслуга тоже в какой-то мере. Конечно, конечно. Приятно, наверное, такие заслуги в свою копилочку зачислять, потому что вот я сегодня думала, как мне кажется, вот врач работает, он вылечил человека, он получает от него благодарность, да? А врач медицинской профилактики, ну, собственно, к нему, наверное, и не придут и не скажут спасибо вам, доктор, за то, что вы мной занимаетесь. Ну, у него есть свои плюсы, зато он работает со здоровыми людьми, вот, так что это тоже благодарная работа, если нормально поставить, да. Когда вот мы выездной работой занимаемся, особенно когда на село приезжаешь, вот бабушки, пенсионеры, они нас очень радужно встречают, и благодарны нам всегда за то, что мы как бы нашли время, вот, уделили, проконсультировали их. Ну, удивительный доктор у вас работает, с которым мы сегодня, мы столкнулись на съемках. Это же нужно, вот, нужно ведь ей, она звонит людям, а вот бросили ли вы курить, а придите к нам еще раз, проверяй, ведь это не входит, по сути, в ее обязанности, насколько я понимаю, да? Ну, да, она просто очень ответственный человек, с большим опытом, поэтому она с душой относится к каждому пациенту своему, считает его как бы родным человеком, поэтому. Александр Владимирович, и вот, наверное, последнее, вот в этих центрах медицинской профилактики, вот мало того, что... Центра здоровья. Центра здоровья, конечно. Мало того, что там экономия времени, это совершенно бесплатно. Там ведь еще и больше причин очень тесного взаимодействия, такого немножечко домашнего, что ли, взаимодействия врача и пациента, правильно? Конечно, конечно, там и время достаточно отпускается. Там же есть, ведь, опять же, разговор с пациентом, но это всегда, конечно, мы рады, чтобы все врачи говорили, но все-таки у других врачей это не является какой-то нормативной определенной услугой, а ведь в центре здоровья углубленное консультирование или там школа здоровья, это, по сути дела, ну, как бы это одно из основных направлений деятельности. Поэтому создается особая атмосфера, когда и группа взаимной поддержки пациентов, люди просто могут под контролем медицинского специалиста обменяться своим опытом, здорового образа жизни, поделиться какими-то секретами, что получается, что нет, что эффективно, что нет. И совет всегда получить, да, там совершенно... По крайней мере, в лучших центрах здоровья право создает совершенно особая атмосфера. Ну, я думаю, в этом и один из секретов эффективности работы таких центров. Я вас благодарю за то, что вы нашли время прийти к нам в программу. Итак, центры здоровья имеют одну специфическую черту. Если к врачу в поликлинику принято обращаться, когда конкретные заболевания уже появились, то в центры здоровья могут прийти люди, которые чувствуют себя хорошо, но хотят знать, как можно предотвратить болезни. Здоровью можно научиться. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok